МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 апреля 1944 года. 1042-й день войны. Сегодня советская авиация бомбардировала скопление воинских эшелонов противника на железнодорожном узле Львов. В ходе боев юго-восточнее города Станислав советские войска разгромили опорный пункт противника. Уничтожено свыше 800 немецких и венгерских солдат и офицеров. Подбито 10 танков и самоходных орудий. Маршал Жуков закончил работу в Ставке Верховного Главнокомандования по разработке плана подготовки летнего наступления в Белоруссии. Бертекс Гаден. Резиденция Гитлера. Вызванный сюда, командующий 17-й армией, осажденный в Севастополе генерал Йенеке, узнав, что вся помощь, обещанная ему фюрером, сводится к четырьем батальонам новобранцев, никак не обученных и не бывших в боях, сложил с себя ответственность. Взбешенный Гитлер заявил, что он отрешает его от командования и запрещает возвращаться в Крым. В этот же день прибыло письмо от маршала Антонеску, диктатора Румынии, в котором он писал, что удерживание севастопольского плацдарма, оторванного от береговых баз снабжения, является глупостью. Начальник германского генерального штаба не осмелился передать это письмо Гитлеру. Государственный комитет обороны СССР принял решение мобилизовать для работы в Донбассе 36 тысяч человек. Ашхабадская шелкоматальная фабрика досрочно выполнила апрельский план по производству нитей. Лучше всех работают бригады Речновой, Аразовой, Сеидиевой. Перевыполнили апрельское задание также Ашхабадский мясокомбинат, мебельная фабрика и завод Красный Молот.